Во вселенной есть всего несколько ужастиков, которые я хотел бы очень пройти и записать в одном видео. И вот первый из них. Называется Beast Inside. Интересный хоррор, который вышел буквально в прошлом году. И на самом деле он должен быть очень интересным. А я со своей стороны, Зомби Вегас, сделаю все возможное для того, чтобы вам было интересно. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Я смотрел нереальное количество ужастиков, но я прошел всего лишь одну хоррор-игру. Она называлась House on the Hill. Поэтому я готов очень сильно пугаться. И я знаю, что эта игра классная. Это одна из тех игр, в которые я очень долго хотел поиграть. Давайте начнем. Где? Где я? За что? Господи, за что? Адам! Адам! Зачем ты преследуешь нас? Из-за работы Адама? Чего тебе надо? Зачем ты мучаешь нашу семью? Нет! Адам! Нет! Что ты сделал с Адамом? Господи! На войне без потерь никуда. Никакой войны нет. Мы обычная семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить своей жизнью. Но ты разрушил эту мечту. Фотографии, шучки, угрозы. А теперь ты убил моего? Не подходи! Не смей! Они уже знают о тебе. Они наблюдали за этим домом. Тебе не позволят. Тихо. Нет! Что ты творишь? Что же ты творишь? Провожу линию фронта. Вот такое выступление у нас, ребята. Неделей ранее. Нет, неужели мы уже узнаем, что все закончится плохо? Я хочу верить в лучшее. В лучший исход, что у нас возможна позитивная концовка. Старые добрые времена. Президент Картер дал комментарий касательно советской угрозы. Спытаюсь максимально расслабить. Музычка приятная. Какой-то отдых в лесу. Я уже играл в такую игру. Начинал. Это была Ведьма СБР. С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений. Да, уж будет трудно. Но это ведь ты говорил, что хочешь выбраться из города, ощутить зону природы. Всего на выходные, родная. Не на всю жизнь. Отцо сказал, что мы уезжаем на всю жизнь. Серьезно, Эмма? Мы не знаем, не какой здесь сегодня день, не сколько сейчас времени. Похочешься. Если мы и так постоянно пугают нас ядерной угрозой. О том речь. Если я не разгладаю шифр, вся эта страна превратится в здоровенное ядерное грабище. Адам, хватит. А с другой стороны, может, эта развалинная обрушится на нас раньше, чем ребята Брежнева нажмут на красную кнопку. Никакая ты не развалинная. Этот дом тебе подарили родители, и ты должен быть им благодарен. Сам посмотри. Выглядит даже лучше, чем на фотографиях. Красивый. Наша вещь уже здесь. Эти ленивые грузчики даже не заслужились дождаться нас. Ничего, мы и сами занесем все внутрь. Ага. На деле я буду отрываться, а ты командовать. Параллельно принимая душ. Нарываешься, чувак. Отдых может закончиться не так хорошо, как я тебя возьму. Три часа в дороге, и вот мы на месте. Здесь, кажется, тихо и спокойно. Может, я наконец смогу сосредоточиться и расшифровать эти чертовы телеграммы. Милый, не стой столбом. Коробки сами себя не занесут. Поправочка. Здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма. Пришла, ты ее привез, чувак. Опомнись. А Эмма прям уже телепортировалась дома моментально. Что же, ребят, про то, что я говорил по поводу Ведьмы из Берли, как это называлось. Я буквально немножко поиграл, заблудился в лицу, поэтому можно сказать, что я в ту игру почти не играл. Но просто там начало было очень похоже тоже. Мы где-то в машине движемся куда-то в сторону леса, но там, конечно, совсем другая история. Мы искали пропавшего человека, а здесь мы приехали в домик отдыхать. Все выглядит максимально лампово. Но когда ты знаешь, что игра хоррор, ты сразу же начинаешь напрягаться. Потому что понимаешь, что все может быть очень и очень зловеще. Я... О, это, кстати, прикольно. Это можно вручную все открывать. Я еще в Амнезию пробовал играть. Там вот этот элемент был реализован. Я слышал, что это дань старому времени. Раньше в хоррорах постоянно очень котировалось то, что можно вручную дверь открывать и так далее. И все остальные элементы. Сейчас, наоборот, котируется, что можно было все делать не вручную. Ну, не знаю, насколько это удобно, неудобно кому. Но лично мне нормально. Давайте изучать территорию. Я постараюсь проходить неспешно, но при этом как бы не затягивать. Если будут какие-то очень унылые моменты, то я буду их проматывать, чтобы было максимально все интенсивно. А, возможно, началось, что я буду ставить какие-то скримеры, чтобы было максимально интересно и интригующе. Что ж, давайте изучим общую территорию вокруг. Из всей округи самое интересное это вот это место, в котором есть такой вот кровавый след от дурки. Но герой вообще ничего по этому поводу не говорит. Видимо, для него это в порядке вещей, поэтому следует, видимо, заниматься ящиками. Дом, милый дом. На самом деле, мне очень нравится мелодия, которая играет. Она такая, внушает максимальное доверие. В принципе, дом, видно, что такой подлежал ремонту. В процессе ремонта все еще разваленное, недоделанное. То есть, тут, на самом деле, много элементов интереса, которые можно... Ой-ой-ой, нужно вот так даже открывать коробочки. Прикольно. Можно все это трогать, вращать в руках, бросать. Ну, это понимаю, что здесь пока никаких элементов нет. Понимаете, я всю жизнь играю в RPG. В RPG нужно собирать все, забирать все, использовать все. Если это хоррор, то здесь, я так понимаю, все ключевые элементы мы будем видеть. Вот, они будут подсечиваться. Эмма разлится, если я не отнесу коробки в дом. Да ладно, ладно, сейчас отнесу, подождите. Давайте посмотрим, что это вообще такое. Отсмотреть. Гайд для думающей женщины к беременности. Это не кошмар. Даже если это выглядит как кошмар. Мне бы тоже не помешало прочитать ее, чтобы с пониманием относиться к Эмме и ее закидонам. Ага, то есть у нас Эмма еще и беременна, видимо. Возможно, это уже где-то прозвучало, но по-моему, не было этого. То есть, соответственно, мы только что узнали важную сюжетную подробность. Удерживайте тег. Понимаете, я зашел уже в дом, они мне рассказывают, как мне использовать вот эти вот двери и разные ящички. Как-то несерьезно, ребята. Я уже зашел в дом. Открывал двери для этого. Так, заблокировано, заблокировано. Задняя дверь открывается. Отлично. Ну, что сказать. Базовое изучение первого этажа прошло успешно. Давайте пытаемся эти ящики занести все-таки куда-то. Так, осмотри часы. Слава богу, я теперь работаю удаленно. Мне больше не нужно ставить будильник на 6 утра. Знаете, я сейчас тоже работаю удаленно и должен сказать, что в этом есть свои плюсы, но и свои минусы. На самом деле, потому что без социума тяжеловато. Давайте прочитаем. Адам, наш дорогой сын. Этот дом очень давно принадлежит нашей семье. Его даже иногда называли пристанищем Стивенсонов. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его продаст, как и собирался. Но к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь вы с женой сможете поселиться в этом доме и вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучшее место, чтобы упустить корни и не найти. Заботьтесь обоиме хорошенько. Мы загадим к вам в следующем месяце, если мое бедро не расширлится. Мама. П.С. Твой папа считает, что должен выбрать имя ребенку. Без понятия, почему он так на этом настаивает. Совсем старый стал, наверное. Хочет оставить кое-нибудь наследие. Ну не суть, ты главное не сделай вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. Хорошо. Обязательно. Обязательно забираем себе записочку. Например, добавленный в инвентарь. Что ж, давайте посмотрим, куда эти коробки надо внести. Нужно поставить ее на стол наверху. Наверх я еще, кстати говоря, не ходил. Так. Где у нас стол? Тут не видно. Куда там стол? А ну-ка. О! Коробка на месте. Пора красить стены. Кажется, на чердаке есть краска. Я, конечно, стесняюсь говорить про это, но там куча ящиков. В виде производщики решили не травмировать игрока тем, что он будет в самом начале сразу же заниматься тем, что он будет нести 7 коробок наверх и думать, блин, геймплей. Это именно то, о чем я мечтал. Знаете, как бывает, там, не знаю, симулятор уборщика, и ты там в жизни постоянно какой-то уборкой занимаешься. Потом баса ходишь сюда, и ты еще убираешь в игре, и такой думаешь, оу, класс. Реально тема. Ну, благо разработчики пошли по другому пути. И здесь можно сразу же заняться чем-то более интересным. Так, я заплатил этим застранцам вперед. Ага, перевозка, сумма 670 уе. Перевозка 8 коробок. И мебель, и ремонтное оборудование. 170 миль в одну сторону. Ну, я думаю, что для штатов это, наверное, нормальная цена, плюс-минус. Так что можно сказать, что нашего героя даже не нажухали. Но нам нужен чередак. Чередак у нас где-то, наверное, открывал... А, вот он, да. Нужно найти, чем бы мне достать лестницу. А вот, смотрите, какая-то палочка. Опа, трость. Как все продумано. Открываем. Ну, это самое начало. Только что музычка приятно играла. Они думают, что нас сразу же будут пугать кем-то скримерами. Скорее всего, все начинается будет очень максимально лояльно. Да вы издеваетесь, блядь. Адам, рябанок все слышит, даже в животике. Значит, я стану замечательным агентом, прямо как папочка. Арнай, без исключения на черта чередак не попасть. Скорее всего, он в ящике в столовой. Она же здесь первый раз. Я так понимаю, что это его семья, в первую очередь, а не ее. Откуда она знает, где ключ находится вообще? Ну, это чисто, конечно... Это женская логика и все дела, да? Серьезно. Откуда? В столовой я ничего не нашел. Ой, прости, кажется, я ставил ключ в багажнике. Как обычно. Не, ну, багажник-то это еще логично, а вот, что было до этого... Мне же нравится, что багажник закрыт еще. Я намекаю, что нужно взять где-то ключи. Ага, вот как. Вот оно как. Так, ну что тут нам предлагают? Коробка нам не надо. Какие-то банки нам не надо. Закидала еще этот ключ. Забираем. А, коробки пусть валяются здесь. В принципе, нормальное расположение. Kitchen. Kitchen. Еще две такие же обычные коробки. Хорошо, мы нашли ящик, поэтому можно... Точнее, ключ мы нашли. Можно открывать и пытаться ворваться наверх. Посмотрим, что у нас здесь. Такой ковер, как будто там кого-то запрятали под ним. В чем проблема? Мы застряли уже? Да ладно, игра. Ну не растаяйте меня так быстро. Не надо. А, все окей. Все хорошо. Из любой ситуации можно выйти. Все в порядке. Найти краску на чердаке. Осмотреть. Статуэтка танцующей пары. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. То есть, видите, тут будут какие-то подсказочки появляться во время времени. А где же скрытое послание? Интересно, кому она принадлежала. Моей бабушке? Или кому-то еще. Ну я бы не назвал это скрытым посланием. По-моему, я только что чисто как-то силой мысли придумал. Может и нет. Так, много чего интересного. Мы ищем банку, да? Банка с краской вот, по идее. Блин, чувак, ну почему такие кривые руки? Серьезно, ну как? Все, что нужно было сделать, просто взять банку. Вместо этого он берет... Опа! А, клешни. Хлипкая половица. Под полом что спрятано? Один инструмент. Он же явно тоже где-то здесь должен быть. Так, куда-то не поможет, я так полагаю. Тоже можно осмотреть. Тесна предлагает все покрутить. Ага, вот, я понял. У него нет ног. Видимо, кто-то уронил его, да не слабо. Минуту. Это кровь или краска? Серьезно, он только что видел кровавую руку на улице. Вместо... Здесь его заинтересовала вот эта вот статуэтка, которая непонятно сейчас... Какая ее цель вообще. Че она здесь стоит. Уже можно вылезти на улицу. Ну, я так понимаю, что, наверное... Наш инструмент где-то находится или прямо здесь, или внизу. Так, вот, смотрите. О! О! Ломик. Ну, давайте откроем, посмотрим, что там еще. Так. О, еще и топор есть. То есть, серьезно, мы лом можем взять, а вот топор он взять не хочет. Только можем поверщать его. Ну, ладно, пусть валяется здесь, может пригодится еще. Я же понимаю, что это хоррор. Реально, мы кого-то будем рубать здесь по-жесткому, но... Скорее всего, будем или убегать, или просто пытаться отбиться хоть немножко. А ну, давай, давай, давай! Ах! Ах! О! Перестарался. Ладно. О! Что же там, клад? Надеюсь, не порно-журналы прадеда. Что плохого в порно-журналах прадеда? Мне кажется, ничего плохого в этом нету. Ой-ой-ой. Мне кажется, это первая загадочка. Поворачивайте предмет. Ну, это... Блин, почему они мне подсказки эти говорят, когда я уже несколько раз это сделал? G равно C. Сейчас, накрутим. Тут надо быть шифровальщиком. G равно C. Ни сала Юлия Цезаря в латинице. Только почему здесь написано, что они равны? Отрывок из записок о Гальской войне Юлия Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. J равно C. Ни сала Юлия Цезаря в латинице. Только почему здесь написано, что они равны? Так, смотрите. У нас реально выделены буквы. Так, смотрите. Что мы в итоге делаем? Мы выписываем буквы, которые здесь есть. Это M, H, P, A, O. И теперь мы по этому вот коду J равно C. Я так понимаю, должны вот в этом устройстве. Вот здесь на диске. Мы выставили J равно C. И, соответственно, теперь мы, я так понимаю, здесь ищем соответствие буквы. То есть M это F. Получилось слово Face, то есть вера. Давайте пробуем это все ввести. Есть. Получилось. Что же у нас тут? Старинный ключ. Интересно, что он открывается. Забираем, конечно. Что еще? Перережит Николасу. 27 сентября 64 года от Рождества Христова. Вечер, почти ночь. Раньше я никогда не вел дневник. Говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличать факты от собственных выдумок. И вновь я дома. Спустя 10 лет отсутствия. Дом, к моей радости, совершенно невредим. Отлично. Другой крыши, англовой, мне сейчас нет. Нужно зажечь свечи и осмотреться. Мы вернулись в прошлое. Отца нигде не видно. Но неужто я ей, правда, рассчитывал, что она окажет мне радостный прием? Давайте выглянем на улицу. Дом производит странное впечатление, хотя он совсем не изменился. В темных заколуках моего сознания пробуждается страх. Но причины я пока не понимаю. Однако воспоминания должны вернуться. Так мне заверили. Может, тогда я пойму, что произошло с моим отцом. Так, вот, получается, мы можем здесь свечкой ходить. Там, чтобы прочитать дневник. Ну, это хорошо, это понятно. Давайте позажигаем свечи пока. Посмотреть. То есть тут тоже можно накрутить. Хотя это та самая статка, которая была наверху. Это подарок от партнера моего отца. По-моему, его звали Джордж. Когда я был ребенком, судьба сыграла с ним злую шутку. И подумать страшно. Ну, ладно. Какие говоря, спички очень быстро тухнуты, я смотрю. Поэтому надо спешить. Сильно не затягиваться с ним делом. Я думаю, что оно все продумано. Можно передвигать тяжелые предметы. Оба. Неплохо. А, можем не зажать свечку. То есть можем ее использовать чисто на... По делу. Мой отец и его партнер несколько дней назад, спустя после открытия перитовой шахты. Давайте заберем. Честно говоря, без свечки вообще страшно. Потому что тут темно очень. Безумно темно. Конечно, пока что я не чувствую угрозы. Потому что это достаточно тихая музыка. Точнее, музыки вообще нет. Но атмосфера не показывает, что что-то опасное происходит. Так, сейчас. Мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Вот так вот решились вопросы в те времена. Решались вопросы. Мой отец знал, что под землей находится перит. Но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу. Какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь его уже не вернуть. Так, тут можно тоже зажечь. О, мои спичек взяли. Своящая музыка не нравится мне. Здесь темно, зажгут свечи. Кто-нибудь собрал бутылочку, не знаю, что это за фряга. Что было не таким, но не так страшно. Блин, стрёмно, если честно. Атмосфера создается очень такая напряженная. Что это? Я тут свечи зажигал вообще-то. Кто нарушает мой покой? Коклятый ветер, я же затрял окно. Да ладно, тут душно, в принципе. Ворона пролетела. Эй, что здесь делаете? Сейчас на сапсоне. Смотри, говорю, показывай эту сторону. Показывай сторону этого. Хлева или что там у него находится. Которые я видел в начале. О, керосиновая лампа. Так, с керосиновой лампой вообще всё будет хорошо. Зажигаем. Правда, она тоже кончается. Конечно, это минус. До сих пор не знаю, зачем мой отец стал их собирать. Ну, у всех свои вкусы. Не, ну ладно, с лампой уже поспокойнее немножко. Наверное. Сюда на улицу, я думаю, можно вообще её вырубить пока что. А ну, пойдём. Что там за молодой человек по нашей территории ходит? Куда он делся? Эй, вы ещё здесь? Да он же пошёл направо, это видно было. А ещё одну лампу забрать нельзя? Какой-то герой непрактичный. Я бы забрал ещё одну лампу. А что это у нас тут? Посмотреть сарай. Странно, внутри горит свет, но дверь заперта. Может, тут найдётся, чем разрезать цепь? Может, найдётся. Может, не найдётся. Ну вот. Болторез. То, что надо. То есть, он серьёзно думает, что тот человек, который пошёл по улице, он зашёл сюда и закрылся из-за интерьера. Каким-то образом, вот таким вот замком. Ну, такое. Прямо скажем. Так, это убираем. Ну, и ящик отсюда. Не знаю, мне лично нравится эта система взаимодействия с предметами. Прикольная. Чёрт, да что же происходит? Газетная вырезка. Чудовищное преступление потрясло миролюбивых местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести. Мучитель проявил необычайную жестокость. У жертвы было прорезано горло. По всему телу обнаружено многочисленное ранение и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. Что-то убийство здесь. Джон Нортон. Это имя я где-то слышал. Вообще, тёмный лес, он создаёт такую завищую атмосферу. У меня было недавно, что мы ночью на великах в лес поехали. Ну, такое позднее время. И там немножко заблудились. И где-то в 12 час ночи в глубоком лесу, конечно, реально стремновато. Даже ты не знаешь, чего больше бояться. Каких-то, не знаю, там людей, которые могут там находиться в это время. Или может, каких-то животных. И в принципе, со мной темноты. Но реально стрёмно, должен сказать. Так что, когда вот играешь в игру, оно ощущается так. Ну, как бы, не сильно напрягаешься. Но вот вживую это реально стрёмно. Когда чувствуешь, что можешь попасться в неприятности какие-то. Это шлепа моего отца. Бейсмент? Подвал? Это что, какая-то подсказка? Нужно разобраться. Парень, ну серьезно, ну подвал, ну. Не хочется мне гоняться за этим придягой глухой ночью. Пойду-ка я в дом. То есть, серьезно, когда ты шел сюда, ты не думала про это. А теперь уже такой. Пойду-ка я лучше в дом. Мне, кстати, интересно, такие дома огромные у людей. Зачем? В плане, их очень сложно убирать. Чего? Эй, ты, Деф, я говорю с тобой. Вы что, сами сюда вошли? Если я кому-то об этом расскажу, то меня запрут в больнице. Мне кажется, стоит больше бояться того, что тут происходит, чем того, что будет потом уже, когда он выберется отсюда. Так, что вообще, что мы хотели сделать в этом доме? Я уже растерялся после того, что начало происходить. О, вот, кухня. Китчен, 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 давай. Ну, знаете, такой внутренний страх есть, но пока скримеры неудачные, я сказал бы, потому что не своевременно. Отец никогда не умел выражать свои эмоции, но когда ему было грустно, он брал в руки этого ангела. Ну, он даже не знаю. Меня он совсем не умиротворяет. Можно, я смотрю, набрать кучу разного добра по кухне. Сейчас мы его вот так вот. Опа! Так, ну, неужели мы идем в подвал? Ну, серьезно, чувак, ну зачем? Откуда вся эта кровь, Господи Боже? Кто там? А ну, а ну, иди сюда. А ну, иди сюда. Кто тут испортил чистоту в нашем доме? А ну, давай. Быстро сюда иди. Посмотрим, хорошая ли это идея. Ну, не знаю даже. Мне кажется, это не хорошая идея, это очевидно. Причем человек идет без говли, без оружия. Какие-то призраки броют. А ну, пошли из моего дома. Бу. Ну, что сказать? Какие-то разбийники прибежали в наш дом и... Все, в общем, испортили. Всю идиллию. Я что, собираю? Что я вообще собираю? Давайте разберемся. Керосин. О, отлично. Так это с керосином моя лампа будет гореть и гореть. Так что можно чувствовать себя спокойно. Тут закрыто. А тут что? Ага, можно пролезть. Ну, давай, скример, я жду тебя. Ты должен появиться. Нет? Еще керосин. Да, вообще хорошо все. Прогулка по парку, можно сказать. Так. Может, есть другой вход? Чувак, это твой дом. Что за предположение? Где второй вход? Вот здесь, наверное, да? Ну, конечно же. Неожиданно. Мы как будто не по своему дому уходим, а по какому-то новому. Черт, не открывается. Может, в моем чемодане найдется что-то, чем можно это открыть. В моем чемодане, где он вообще находится, этот чемодан? Нужно пробраться. Я надеюсь, это не мой отец. Ладно, зачем, почему мы сказали, непонятно, учитывая, что мы взяли только что это устройство. Или это было не устройство для взлома. А, это были ножницы по металлу. Так это может, мы здесь прорежем, нет? Ладно, найдем за чемоданным. Что же делать? Ой. Не мерещится. Мне нравится, что герой очень такой бесстрашный. Вы понимаете, что я-то играю в игру. В принципе, тут освещение хорошее достаточно, поэтому не так страшно. Но вот я представляю, что было бы, если бы это произошло в реальной жизни. Это просто можно с ума сойти. Это просто страх и ужас. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Что за чертовщина? Похоже на корни. Нужно избавиться от них, прежде чем уходить из подвала. Ну, это точно. Вот так не выйдешь просто к другому. Причем, какие-то корни какого-то существа как будто. А ну, давай. А че, на волю? Он наверху, что ему надо? Кто-то копался в моем чемодане? Ему не смущает, что вообще здесь происходит? Возможно, у него уже помутение не рассудка. А он такой, кто-то копался в моем чемодане? Что за дела? Так, ну ладно, что у нас здесь? Таинственный ключ. Понятия не имею, зачем я взял его. Туда, где провел последние 10 лет. Я даже не помню, от какого вон замка. А где там мои инструменты? Или это ключ, который к нам подходит? Кто такой? Отойдите, слышите меня? Держитесь меня подальше. Наш герой не мушает страха, если честно. Учитывая, что он только что робко ходил без коври, бы оружие по дому и шарился по подвалам, то такими криками он никого не напугает. Клова третья. Я представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Эмой решили переехать, таит столько секретов. Я нашел на чередаке под половицей дневник некоего Николаса Хайда. Пока я читал его, мне бросало в дрожь. Не знаю, происходили эти жуткие события на самом деле, или это все бреднее того самого Николаса. То есть мы, получается, возвращаясь обратно, попадаем в этот мир этого самого Николаса Хайда. И постепенно раскрываем сюжет. Черт, остальные страницы где-то вырваны, я так понимаю. Странно, я был на чердаке, и... Нужно показать дневник Эмме, вдруг заинтересуется. Выглядит несчастным. Не переживай, дружище. У тебя есть крылья, значит, ты всегда можешь улететь в место получше, в отличие от меня. Закончим осмотр. Что же, давайте посмотрим, что у нас в коридоре все происходит. Все ли мирно, все ли спокойно. То вроде идиллия. А где же Эмма? Эмма. Эмма. Родная, ты не поверишь. Эмма, ты меня слышишь? Эмма. Я звал от тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Я рыскал по чердаку и нашел вот это. Кстати, электричества нет. Что? Похоже, сломался преохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его, пока не стемнело. Здесь нужно вести порядок. Чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Потому что она какая-то напряженная. Я понимаю, что они показали, что она беременна, но серьезно. Она стоит и просто печалится у окна. Могла бы как-то поучаствовать в процессе, мне кажется. Ну ладно, идем проверим. Что с ней? Говорит со мной так, как будто я на клумбу ее матери нассал. Вот я о том же на самом деле говорю. Никакого сопереживания. В подвале темно хоть глаз выколи. Мне нужен фонарик. Может на чердаке найдется. Там полно всякого добра. О, да. Тот самый ускольный фонарик. Та самая лошадка. Эта лошадь будет мне снизу в кошмарах. Вещь не старая, но в очень хорошем состоянии. Мне нравится. Не похоже, что время повредило эту штуковину. Так что возможно я смогу взломать на ней парочку русских шифров. Где при архентере? Странно, одного не хватает. Его что, специально вытащили? Сразу же ключа с райю. Снова здесь и снова горит свет. Черт, здесь нет предохранителей. Что за... Что за нах... Классный перевод. Откуда вся эта кровь? Окровавленная рубашка. Причем кровь похожа свежая. Как она здесь оказалась? Зачем Эмма мне приносить сюда барахло? Давайте почитаем. Квантовый локатор. Так, наверное, промоталось. Кому-то будет интересно, может посмотреть. А вот и какой-то предмет. Самый это, квантовый локатор. Локатор помогает обнарушивать и проводить анализ так называемых квантовых следов. Это позволяет видеть краткие воспоминания людей из прошлого, включая их точное местоположение и активность. Использовать локатор на практике мне пока не доводилось, но нам приказали носить его на всякий случай. Лучше бы выдали пистолет, а не еще одну хреновину от умников СРУ. Господи, Эмма, я что-то страху не обосрался. Ну все, открывай дверь. Эмма? Родная? На, попадать. Хопа! Эмма? А использую какой-то прибор. Что-то не так. Похоже, локатор может разобраться в чем дело. Так, как нас тут учили? Локатор что-то нашел. Что-то был. Похоже, он оставил тут свою одежду. Что это вообще? Кто это был? Кажется, это какое-то существо. Ну что ж, ребят. Кто это был, мы узнаем в следующем выпуске. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии. Подписывайтесь. До скорого встречного вам видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok